Уроки по изучению Библии И постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою. И понял Давид, что дитя умерло. И сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Как легко некоторые относятся ко греху. Эти люди подобны мальчику из воскресной школы, который на вопрос, что надо сделать прежде всего, чтобы получить прощение грехов, после непродолжительной паузы ответил, прежде всего надо согрешить. Другие восприняли древнюю точку зрения, что раз благодать преизобилует, человек может грешить сколько угодно. Помните, об этом писал апостол Павел в шестой главе первом стихе послания к римлянам. Такое отношение следует рассматривать как преднамеренный грех. Евреям, 10 глава, стих 26. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Божье прощение, даруемое нам по его благодати, дается и даже в изобилии несведущим, неискушенным и введенным в заблуждение. Однако, если человек думает, что может преднамеренно грешить и все же получать прощение, то он глубоко заблуждается. Он может надеяться на прощение только после того, как покается. Так ли уж легко простил Бог Давида? Хотя Давид жил со своим грехом, может быть, около года, Божье прощение было незамедлительным. Но, несмотря на быстроту прощения, Давид все же должен был претерпеть последствия своего греха. Его короткие и быстротечные часы тайного и грешного удовольствия принесли ему дни и годы горького сожаления. В грехе и страданиях Давида проявилось действие двух великих принципов. Первый можем выразить так. Что посеешь, то и пожнешь. Давид посеял обман и убийство, и пожинать ему пришлось то же самое. Послание к Галатам, 6 глава, 7 и 8 стихи. «Не обманывайтесь, Бог, поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». В книге Иова, 4, 8 мы читаем. «Как я видел, то оравшие нечестия и сеявшее зло пожинают его». Мудрый отец однажды преподал своему сыну ценный урок. Всякий раз, когда мальчик проявлял непослушание, отец забивал гвоздь в опорный столб изгороди. По мере того, как на столбе появлялось все больше и больше гвоздей, мальчик начал осознавать свое неправильное поведение. Он спросил своего отца, есть ли какая-либо возможность вытащить эти гвозди. Отец ответил, что он может вытаскивать по одному гвоздю за каждое свое доброе дело или проявление любви. Постепенно мальчик стал изменять свое поведение настолько, что на столбе не осталось почти ни одного гвоздя. И вот однажды мальчик понял одну великую истину. «Я вижу», — сказал он своему отцу, «что даже после того, как я вытаскиваю гвоздь, в столбе остается дырка. Даже получив прощение, мы по-прежнему вынуждены жить с последствием греха. Гораздо лучше воздержаться от греха, чем пытаться жить с его результатами». Второй принцип заключается в том, что боль от жатвы обычно превосходит удовольствие от посева. Пророк Осия писал, «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю». Осия, 8 глава, 7 стих. А Павел говорил в послании к Римлянам 6, 21, «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть». Этот принцип явно прослеживается в жизни Давида. Нафан высказал Давиду леденящие душу пророчества о последствиях его греха. Он сказал, «Итак не отступит меч от дома твоего вовеки». Второе царство, 12, 10. Даже после искреннего раскаяния Давида и Божьего прощения, израильская земля до конца его правления знала только войны. Давид был даже принужден повести войско против своего собственного сына. Старые враги Израиля, филистимляне, также возобновили свои захватнические действия. Давид не расставался с мечом до конца жизни. Нафан также предсказал Давиду, что несчастье не минует и его собственного дома. И это пророчество четко исполнилось. Спустя какое-то время сын Давида, Амнон, обесчестил свою сестру по отцу Фомарь. Авессалом, ее брат, убил его из чувства мести. Это событие привело к пятилетнему отчуждению между Давидом и Авессаломом. Впоследствии Авессалом возглавил тайный заговор с целью свержения своего отца, так что Давид оказался в изгнании. До последних дней Давида одно горе сменялось другим. Печально, но в основном причиной этому были его дети. Когда Давид услышал притчу об украденной овечке, он сказал Нафану, что виновный должен заплатить за принесенный ущерб в четырехкратном размере. Второе царство, 12-6. Приговор Давида обратился против него. Еще при жизни Давида трое из его сыновей трагически погибли, а после его смерти еще один его сын был казнен. Третье царство, 2 глава, с 23 по 25 стихи. Убийство Давидом Урии трагически сказалось на судьбах его четырех сыновей. Непосредственное исполнение пророчества Нафана началось почти сразу же. Он сказал, «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Вторая книга царств, 12-14. Давид посеял ветер и теперь начал пожинать бурю. В 15-м, следующем стихе, мы читаем, «И пошел Нафан в дом свой и поразил Господь дитя, которой родила жена Урии, Давиду, и оно заболело». Поведение Давида в этой ситуации было поистине примечательным. Вера Давида в Бога и принятие его воли позволили ему понять и принять принципы, которые дали ему силу выстоять эту бурю. Когда мы сталкиваемся с последствиями наших грехов, мы должны вести себя так же. Прежде всего, нужно молиться. Когда сын Давида заболел, Давид стал молиться, читаем мы в 16-м стихе 2-й книге царств, 12-я глава. В своих молитвах он просил Бога сохранить жизнь ребенку. У некоторых эта просьба Давида может вызвать недоумение. Почему Давид молился о жизни сына, если Бог уже сказал, что дитя умрет? Давид знал из истории, что Господь милостив. В некоторых случаях Божья воля не остается неизменной. Например, Авраам, молясь за Содом, познал, что значит Божья милость. И хотя Бог не пощадил Содом, Он все же показал Аврааму, что вместе с грешниками не уничтожит и праведников. Бытие, 18-я глава, с 22-го по 33-й стихи. Века спустя Бог пообещал царю Израиля Ахаву, что тот умрет. Так как царь покаялся, Бог сохранил ему жизнь, но поразил его сына. Третье царство, 21-я глава, 28-й и 29-й стихи. Давид знал, что молитва может способствовать изменению Божьей воли. Но напрасно Давид молился о жизни ребенка. Бог не удовлетворил его просьбу. Ребенок умер в соответствии с пророчеством. Второе царство, 12-18. И тем не менее, это горе не разрушило веру Давида. Второе царство, 15-я глава, 31-й стих, Псалом 3-й с 1-го по 8-й стихи. Истинная вера примет любой ответ на молитву, даже если он будет отрицательным. Совет второй. Принимайте реальность. Давид безропотно принял реальность, чего никак не могли понять его слуги. Когда ребенок умер, они боялись сообщить ему это печальное известие. Но Давид не стал гневаться и горевать, а спокойно воспринял тот факт, что его сына больше нет в живых. Он умылся, переоделся, помолился в Господнем доме и поел. О его восприятии реальности мы можем судить по тому, как он объяснил свои действия. Второе царство, 12-я глава, 22-й и 23-й стихи. Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Способность Давида смириться с реальностью объясняется его верой в Бога. Благодаря вере мы можем найти в себе силы противостоять малым и большим трудностям в нашей жизни. Благодаря вере мы можем принять тот факт, что Бог управляет нашим миром. Большинство проблем возникает у человека тогда, когда он пытается сам руководить своей жизнью вместо того, чтобы покориться Богу. Поступать так самонадеянность и большой грех. Истинная вера признает, что Бог знает, что есть наилучшее. Рассуждать иначе значит ставить себя на место Бога и становиться идолопоклонником. Жизнь Давида на этом не остановилась. Он осознал, что, как об этом позже писал его сын Соломон, есть время плакать. Экклесиаст 3-4. Когда умер его сын, Давид выдержал положенное время траура. 2 Царство, 12 глава, 16 стих. По его истечении Давид вышел из состояния глубокой печали. Он возобновил войну с аммонитянами и одержал победу. Мы мало знаем об отношениях Давида с Версавией после смерти их сына. Можно предположить, что он не обвинял ее в своем грехе или в смерти ребенка. Позже Версавия родила ему еще одного сына, Соломона, о чем говорит 24 стих 12 главы 2 Книги Царств. После рождения Соломона Бог послал Давиду воодушевляющую весть. Ее принес Давиду на фан, и заключалась она в том, что Соломона следует также назвать Едидия, что означает «любимый Богом». Даже в самые тяжелые дни в жизни Давида и Версавии Бог послал им напоминание о своей любви. Соломон не будет нести на себе бремя вины своего отца и последствий его греха. Жизнь должна продолжаться, несмотря ни на какие наши тяготы и невзгоды. Доля страдания в ней неизбежна, и только когда человек готов продолжать жить, он в состоянии увидеть десницу Божью в том, что с ним происходит. Мы можем жить одним днем и верить, что все во власти Божьей. Даже в самые горькие минуты печали мы должны осознавать, что, возможно, наша радость просто отложена на более поздний срок. В Псалме 29 стихе 6 говорится «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Уроки этих событий в жизни Давида годятся на все времена. Во-первых, наш грех противоречит Божьей природе, и он не потерпит его и не закроет на него глаза. Ни наша знаменитость, ни наши достижения не имеют значения. Грех по-прежнему остается для Бога грехом. Во-вторых, все наши грехи будут прощены, если мы раскаемся. Даже помня о грехе и вине, мы все равно можем обрести уверенность и покой. На закате своей жизни Давид написал следующее. «Не так ли мой дом у Бога? Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?» Второе царство 23,5. В-третьих, прощение не означает, что мы избежим последствий наших прегрешений. Давид прожил долгую жизнь и много сделал для своей страны, и хотя он искренне раскаялся в своем грехе, люди не забыли его ошибок. Позже автор Третьей книги царств написал «Потому что Давид делал угодное пред очами Господа, кроме поступка с Урию хитиянином» Третье царство 15,5. В-четвертых, несмотря на все, что произошло с Давидом, Бог никогда не давал ему забыть, что он любит его, и мы никогда не должны забывать этого. В дни горя и отчаяния Давида Бог дал ему еще одного сына, как напоминание о своей благодати. Даже когда мы грешим, Бог все равно любит нас. Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки. «Капли Сота»